Привет, меня зовут Наташа, моей дочке 3 месяца и я планирую открыть клининговую компанию. Добрый день, меня зовут Настя и я мама двух этих прекрасных детей. Мы бы хотели открыть в нашем городе детскую комнату. Привет, меня зовут Таня, у меня один ребенок, Савелий, ему сейчас 3 годика. У меня уже есть свое дело, у меня своя интерьерная фотостудия. Татьяна Вейнер, мама-предприниматель, дизайнер интерьеров, фотограф. Воплотила в жизнь свою мечту, основала в городе фотостудию. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Сейчас, подумав, сколько работы, сколько сил вложено в это, я не хотела бы оказаться в начале. Я бы не хотела, меня очень это пугает, вот сейчас открыть фотостудию. Я не была в декрете. Я посидела неделю до родов. Когда появился ребенок, прошло 3 недели, я посидела дома. И все. И мы поехали сюда. Ну, он практически кушал и спал. Мы работали. Да, все время с нами он. Мне кажется, он отсюда и не уезжал. Мы его сюда привезли, ему, наверное, недели две было. Младенчество – это был самый легкий период. Когда ему стало 2 годика, 2,5. Вот сейчас, да, сейчас потяжелее. Бывает утром очень тяжело его собрать сюда, повезти. Какой-то был у нас период, когда он тяжело переносил дорогу. Сейчас ему 3 года, он хочет, но он может заиграться и перехотеть ехать. Просто у него уже столько занятий, у него уже какая-то такая есть своя жизнь. Таня, в принципе, она очень много уделяет времени ребенку. И она не хотела бы, чтобы он как бы покинутый был из-за работы. Поэтому на первое место она всегда ребенка ставит, а не работу. Нет ни одного неконкурентного рынка в наше время. Все уже придумано. Товары друг на друга похожи, услуги друг на друга похожи. Поэтому, конечно, мы должны все время следить за конкурентами. Но если вы говорите о продукте, например, то вы идете на полку там, где вы хотите, чтобы стоял ваш продукт. Если мы говорим про услугу какую-то, то же самое. Представляете себе условную полку и понимаете, кто занимается еще этими услугами в вашем городе. Сеть интернет нам в помощь. Google, Яндекс, все поисковики. Достаточно легко все это делается. То есть мы точно так же по отрасли находим конкурентов в тех территориях, которые нас интересуют. И смотрим, чем они занимаются. Начинаем изучать каждую из этих компаний. Заходим на страничку, заходим на интернет-ресурс, заходим на сайт, заходим в социальные сети, смотрим, как они себя представляют. Надо понять, как себя компания позиционирует. Нужно понять, какой спектр услуг она предлагает. Нужно понять, какая ее целевая аудитория. Возможно, вам можно узко сегментироваться, допустим, и захватить тот сегмент, который конкуренты не захватывают. Посмотреть, каким образом предлагает сервис компания. Возможно, у вас получится предложить лучший сервис или лучшую услугу. Понятно, что изучить всю конкурентную среду. Если вы будете заниматься этим изучением, может, бизнес не начнете и будете заниматься изучением. Поэтому мы предлагаем выбрать прямых конкурентов и изучить непосредственно их. Мне было не очень просто, потому что я не из города. Я помню, нас в школе настраивали на то, что вы должны поступить. Поступайте куда-то, но только на высшее образование. Я тогда пошла на инженерную специальность, на инженерную экологию. И во время работы проектировщиком меня все равно начало тянуть в декор, в дизайн. Я пошла, отучилась на курсах трехмесячных по дизайну. Потом по дизайну все как-то закрутилось-закрутилось. Потом мы с Виталией ушли из той работы, где работали, и открыли свою фирму. Виталий дизайн делал, а я как бы ремонт делал. Меня почему-то затягивало в тему декорирования фотографии. Тогда мы оформляли фотозоны на улице. Тогда это было очень популярно. Это были свадьбы. К фотостудии я пришла, потому что мне хотелось динамики, мне хотелось, чтобы вот эти декорации, они менялись, чтобы их много было, они были разные. Открылись мы в новогодний сезон. Ко мне приехал Саша Качан. Он фотограф. Тань, скоро Новый год. Давай оформим фотозону. Ты оформляешь, я там фотографирую. Порядка сорока квадратов. Мы там сделали четыре фотозоны. Сделали маленькую студию. Терраса была готовая. Вот ее поставили, как на катке, например. Сделали такой уголок зимний. Отработали Новый год. Мы ее обновили к весне. И вот тогда я поняла, что мне некомфортно, что люди, приходя, они не знают, где раздеться, где подготовиться к фотосессии. И на тот момент рядом с нашим офисом съехала организация, которая занимала большую площадь, 250 квадратов. И просто фраза Виталина, а классно бы было вот такую фотостудию. И тут вот этот щелчок, и а давай. Я говорю, Таня, давай побольше возьмем. Зачем нам такое? Я говорю, ну, надо делать, как в Москве. А не как у нас в Омске. Приходишь в студии 3 квадратных метра. Фотографы аж на стену лезут, чтобы фотографировать. Тогда было тяжело. В Виталии были объекты. Были объекты не в Омской области. А я как раз забеременела. Его не было рядом. А работы были вот такие чисто мужские, глобальные. Это вот перегородки, работа с полом, с потолком, со стенами. А я уже занималась, ну, вот этим декором. Всеми штукатурками, покрасками. В роддом, можно сказать, со стремянки Таню уже отсюда увезли ее. Здесь был Виталя. Здесь была Виталина старшая дочь. Они, конечно, мне все помогали. Племянника звали. Брат ее помогал несколько раз. Папа, мама. Огромное вообще спасибо маме, папе. Они за 150 километров от города. Они всегда готовы ко мне приехать. Они раньше очень часто приезжали. Очень часто были здесь. Так же на износ, как и мы. Ну, мы все. Давай двигать лестницу. Туда, вместо стеллажа. Не хочешь? Когда-то все равно я захочу посмотреть, как она будет там смотреться. Они всегда спонтанно появляются. То есть утром мы хотим что-то одно делать. Вечером, возможно, еще что-то появится. Но если она ночь переспит со своими интересными мыслями, то на утро уже будет что-то еще новое. Какие-то мои идеи заруливает. Бывают какие-то. Делает вид, что он сделает потом, потом, потом. И не делает. Она, когда в эйфорию свою входит, красоту это сделала, хочет. А я смотрю с той точки зрения, нужны ли это людям. Здесь должно быть вот это, здесь должно быть вот это. Ему нужен план. Ему нужен чертеж. Ему нужен проект. И я ему должна дать этот проект. А я человек творческий. У меня вот тут картинка, тут картинка. Идеи-то очень такие сильные. Родить эту идею тоже сложно. Бывает, нет вдохновения. И на все это уходит время. Иногда там подходишь, что-то спрашиваешь, она такая, а, да, да, угу. И тут же потом переспрашивает опять, то есть, а что, что ты спросила, да, а, все, я поняла. То есть в такой момент стараешься не подходить, не мешать, понимаешь, что что-то грандиозное зреет. И тебя просто разрывает на части от этих идей. А вот когда такие моменты, вот это классно. Культовые детективы. Любимые сериалы. Как дела? Мировое кино. Ежедневно, круглосуточно, на продвижении. И один из самых успешных комиков в мире. Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения. И больше не переключайтесь. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Да похудеть проще пареные репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц – вещь в себе. Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Мы изначально для себя такую тактику избрали, что мы не остановимся, интерьеры будут обновляться. Мы стараемся следовать этому правилу. Обновляемся мы перед Новым годом и после Нового года. Бывает такое, что мы в течение сезона еще. Обновление – это не значит, что мы, допустим, убрали елки, например, весной, и все. И мы там сидим дома, и нам только приносят деньги, и все это работает. Обновления, они текущие такие в течение года. Где-то что-то сломалось. В прошлом году, кстати, мы потолки везде сняли. Мы увеличили высоту. Если не обновляться по три года, люди просто ходить не будут. До сих пор все деньги, они идут в студию. Мы не можем остановиться. Вложения всегда разные. Это может колебаться от 10 тысяч до 1040. Бывает это кресло за 30 тысяч. Бывает это этажерка за полторы тысячи. Бывает нужно купить несколько пледов на диван, который у тебя есть, и несколько подушек. Я думаю, как только мы поймем, что нам тяжело обновляться, мы не можем обновляться, это начнет медленно останавливаться. Эту моду на большие студии это Таня вела в нашем городе. Мы сейчас расширились до 300 квадратов. Все залы заполнены. Здесь могут находиться 40 человек в коридорах, там у нас где-то сидеть. И нормально здесь. Они не толпятся. Мне очень нравится, когда люди приезжают и говорят, мы у вас в Гранже фотографировались в прошлом году, мы в этом году опять едем в Гранж. Когда я вижу, когда люди ко мне могут прийти в один, в другой, в третий зал, а потом повторить их, но фотографии будут совсем другими. На окупаемость мы вышли практически сразу. Конечно, есть месяцы провальные, можно сказать, несезонные. Тогда мы немножечко берем себя в руки. Но она всегда отрабатывает свою аренду и какую-то еще приносит прибыль. В хорошие месяцы эта прибыль прям очень-очень-очень достойная. Первейшая аудитория, откуда приходят клиенты, это фотографы. Они показывают ее клиентам. Клиент либо говорит, да, мы идем сюда, либо говорит, нет. Интернет, конечно, соцсети, сарафаны, радио, конечно. Все зависит от ваших амбиций. Если вы хотите быть лидерами в своей нише или на своем рынке, то почему бы не брать за примеры и национальные, и транснациональные компании. Там очень большой опыт, очень большие команды работают над продвижением, посмотреть, как они продвигаются. Здесь мы говорим, самое главное слово – это отстроиться. То есть понять, что предлагают конкуренты, и сделать что-то непохожее. Начиная от разработки позиционирования, названия, логотипа, слогана. В этом самая большая сложность получается. Нужно выбрать такую свою позицию, уникальное торговое предложение, которое будет вас все-таки отличать от конкурентов. Мы советуем здесь искать инсайд, понимать, что потребителю нужно. Если вы не можете отличиться физически, реально чем-то ваш товар или ваша услуга реально физически отличается от конкурентов. Если вы такого отличия найти не можете, то вам нужно искать какое-то эмоциональное преимущество. Эмоциональное преимущество – это как раз в услугах, в сервисе, в лояльности в определенных постоянным покупателям, в доп. сервисах каких-то. Посмотреть, опять-таки, что не делают конкуренты. Мы всегда говорим, что потребителя нельзя недооценивать. Сейчас потребитель готов платить дополнительную стоимость за качество услуг. Но они хотят понимать, за что они эти деньги платят. Если их ожидания оправданы, то вы всегда получите с покупателя эту дополнительную стоимость. Вот эту штуку заберем, да? Давай. Так, вот теперь у нас дело дошло до сапожек. Дизайн мне был некомфортный с точки зрения работы с рабочими. И вот эти вот постоянные моменты, когда мне с утра звонит заказчик и говорит, я сейчас на объекте, почему тут как попало все, почему у тебя на чертежах все не так? Что тут вообще со стенами? И оказывается, что рабочие не туда посмотрели, неправильно прочитали чертежи, да может, просто не хотели это правильно понимать. Сделали, как им было легче сделать. Все было хорошо, просто недопонято. И вот этот вот пресс мужчин, мужчины-заказчика, мужчин-рабочих, и ты вот такая вот, приехала девочка, и все на тебя вот такими глазами и претензиями, это для меня очень тяжело. Я могу здесь с раннего утра до поздней ночи делать, 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 сделать, сделать так, как мне кажется идеально, и показать это людям. Люди уже видят, куда они приходят. Они уже на картинке увидели, в какую фотостудию они едут. Они сюда приезжают, они получают то, что видели, и они уходят довольные. Вот это вот ощущение, когда ты постоянно видишь довольных людей, вот это моя комфортная среда. Я открывала ее не потому, что я хотела свой бизнес, зарабатывать на этом деньги. Я это хотела, потому что мне так нравилось этим заниматься. Кристина, у нас еще какие съемки, в каких залах будут? Вообще до 6 должны были быть. В детском тоже, да? Да. У нас есть наша Кристина, мы с ней делим звонки. У нее сменный график работы. Когда она на работе, она на звонках. Она занимается чистотой, встречает гостей, провожает их на фотосессию. Она любит, чтобы вот все-все-все было вот прям идеально, все хорошо, чтобы люди были всем довольны. Не всегда же получается сделать так. Где-то люди опоздали. Поначалу, когда я тут все открывала, у меня было еще много энергии. Своя фотостудия, мы все сделаем, у нас все будет. Да, да, давай приезжать рано утром, давай уезжать поздно вечером, когда я девчонок слышу, я тоже хочу свою фотостудию. Все знают, что я отвечаю. Удачи. Я реально не хочу оказаться на твоем месте. Мы начинали как бы с самого истока. И декорации были, как бы сказать, не шибко дорогие. Что-то делали из пенопласта, фанеры. А сейчас вложения совсем другие. Уже и материалы совсем другие, уже более дорогие. Затрат больше стало, сил больше уходит. Мы надеемся, что людям это очень понравится, пригодится. И, например, первую же съемку чей-нибудь ребенок ломает это, бьет, роняет или еще что-то происходит, то, конечно, неприятно. Посчитал я на вскидку за сезон примерно тысяч на 70. Просто ломается всего. Таня от этого устала очень сильно. Нам все-таки Виталий позволяет сэкономить. Он говорит, я сделаю. Я сам это сделаю. Зачем мы будем переплачивать, если мы купим материалы, и я сделаю то же самое. И мы сэкономим. Кресло, на котором я сейчас сижу. То есть это все у Виталия. В принципе, сделать можно все. У кого-то посоветоваться. Ну, плюс интернет там тоже все есть. Слава Богу, что он у меня есть. И есть у него эти его золотые руки. В детском зале у нас съемка. Мама присела на кроватку случайно, кроватка поломалась. То есть следом следующие люди. Соответственно, Виталий бежит на помощь. То есть буквально три минуты, все, кровать снова в строю, все работает. Я стараюсь из себя получить максимум. Я от людей того же жду. А не всегда так. Не всегда люди готовы на тебя работать и отдавать себя до последней крупицы. И меня это очень разочаровывает. Мне все это тяжело. А Виталия, да, он мой, он рядом. Он знает, чего я хочу. Мне всегда так жаль девочек, которые открывают свою фотостудию. Ты просто девочка. Тебе нужно вот это все огромное наполнение декором где-то взять. Мне очень жалко. Это потому что очень огромные материальные затраты, которые потом нужно оправдать. Сейчас сновья студию открыть. И чтобы она окупила себя, я могу сказать, это 100%, она не окупится никогда. Телеканал «Продвижение» «Чем выше горочка, тем правильнее подача». Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Возрительный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте «Это работает». Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу? Можно начать плакать, можно смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого заразу злюсь? Психологические эксперименты, беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Не стандартно и легко, а психология». Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». Три года работы с ребенком тяжело. Сейчас чаще в саду. У меня появился день до пяти часов. У меня теперь есть время, когда я могу работать, а вечер я могу уже проводить с ребенком. Я смотрю на фотографов уже четвертый год. И, ну, наверное, я просто не могла не начать фотографировать. Это мой новый виток. Мне всегда хочется немножко сменить деятельность, чтобы немножечко закрутилось по-другому. Она не начинала фотографировать. Почему? Потому что она не хотела начинать с плохого. Поэтому она долго обучалась. Процесс обучения, он никогда не останавливается. Особенно вот, когда ты работаешь на себя. Все успевается, но в этом году успевается как-то меньше. Я, наверное, больше отдаю себя фотографии. Все-таки совмещать два дела – это очень тяжело. Усталость есть у меня, усталость есть у Виталия. Я одно время тут совсем уже закисал в студии. Потому что я забросил все. Только студией занимался. До конфликта до такого доходило, что мы готовы были ее продать в студию или просто закрыть, чтобы как бы в семье все было хорошо. Мы вот ездим в Астану и ребятам помогаем со студией. Мы отдали им месяц из своей осени. Очень сильно обновили им фотостудию. Они очень хорошо поработали. И я поняла, что в своей фотостудии, в принципе, я могу делать так же. Давать сюда, например, активный месяц. Только в моменты вот такой пиковой нагрузки здесь появляться. Что-нибудь новое придумать сейчас. Хочется что-то другое делать. Хочется какого-то прыжка. Эта весна, она еще больше, чем та, меня к чему-то толкает. Меня и теперь уже Виталию. Вот мы понимаем, сейчас что-то будет новое. И у нас есть, во-первых, два предложения уже. И еще в голове есть три таких проекта, которые хотелось бы запустить. Есть действительно большое множество примеров очень качественных коллабораций конкурентных в ресторанном бизнесе, в гостиничном бизнесе. Каждый показывает свою кухню, покупатель имеет возможность выбрать, и на эту площадку легко приходит большее количество, допустим, покупателей, потребителей. Потому что им интересно посмотреть, что предлагает и один ресторан, и другой ресторан, и эта кухня. То есть вы в одном месте можете собрать для себя большее количество покупателей, показать себя. Но здесь уже от вас зависит, как выгодно вы себя представите. Расширяется целевая аудитория, вы можете пригласить на свое пространство целевую аудиторию своих конкурентов и понять, как она реагирует на ваш продукт. Это очень интересно. Такие вещи всегда полезны с точки зрения того, что можно поделиться опытом, с точки зрения того, что можно посмотреть, что покупатели находят у конкурентов. Площадки же открытые. Вы можете посмотреть какие-то вещи, скорректировать свои стратегии. В онлайновой среде такие площадки, наверное, и быстрее организуются. И нам легче в такую площадку сходить, потому что не нужно тратить какое-то дополнительное время. Поэтому онлайн-площадки такие тоже очень интересны. Мне очень не хватает домашней работы. Я вот такая настоящая девочка, я должна убираться. У меня должно вкусно пахнуть, когда приезжает муж домой, потому что на это не хватает времени. Постоянно мы как-то крутимся, постоянно в работе. Если не здесь, то по магазинам, если не по магазинам, то за компьютером. Мне не хватает вот этих вот вкусных ужинов. Мне не хватает просто сидеть на диване и смотреть сериал. Просто посмотреть с ребенком, посидеть в мультик. Потому что когда он смотрит мультик, я работаю, я работаю, я не могу тратить это время. У ребенка есть недостаток вот этих вот выходных, когда мама не берет в руки телефон. Бывает, куда-то еду, например, в магазин. Допустим, меня нет в сети 2-3 часа. Я открываю, там уже 40 сообщений. И все это надо ответить, со всеми надо пообщаться. Бывает такое, что мы думаем продать, закрыть. Даже не продавать, даже вообще просто закрыть. Лучше такого не думать, не хочется. Это даже не в пане, там рабочего места или чего-то, а в плане того, что мы сами уже здесь как живем. Мы привыкли, что это, не знаю, такое место, ну как дом. Но я не могу вот с этим расстаться. Это такое детище. Довести это до конца, я не готова. Вот сказала, закрою. Закрыла на замки, уехала. Но я не могу все равно. Чуть-чуть отдохну, и все. И я опять в своей стезе. Я просыпаюсь с утра, и я знаю, что я еду на любимую работу. Мне там тяжело, я там устаю. Но есть еще огромное чувство, когда ты занимаешься своим делом. Своим в смысле, тем, что тебе удовольствие приносит. Тем, что тебе нравится безумно. Вот это, оно перекрывает всю усталость. Еще столько всего хочется, я еще столько всего не делала здесь. Ну, вот. Субтитры подогнал «Симон»